Победив в первом домашнем матче, Ростов максимально приблизился к Тамбову. Между соперниками при равном количестве сыгранных матчей оставалось всего одно очко. То есть расстояние, легко преодолеваемое в одном матче, тем более между собойчики. У нас с Тамбовым всегда такие игры, ничего нового здесь нет. И в дальнейшем у нас будет такая же история, такие же определенные игры будут. Это хорошо, это хорошо для хоккея, для ребят, они растут через такие игры. Во втором матче первыми успех отпраздновали хозяева, реализовав большинство. Туник бросил, Алтухов точен на добивании. Правда, гости сравняли счет еще до перерыва. Второй период начался с быстрого, а точнее даже сверхбыстрого хозяйского гола. Вновь первое звено ростовчан сделало свое дело. Для этого им потребовалось всего 10 секунд. Шайбу на свой счет записал Влад Туник, 2-1. Это несчастный случай. Шайба там сошла, он отдавал передачу, она немножко фиксанул. Я говорю, да эти ошибки, они, конечно, неприятные. Вот видите, она привела гол, но они не критичны. Бывает такая там, раз там. Ну вот сегодня, ну пусть лучше сегодня. Второй период больше ничем не запомнился. А в третьем отрезке игры при равной борьбе удача улыбнулась гостям. 2-2. Овертайм также не выявил победителя. А вот в серии буллитов наш вратарь Егор Оселедец продемонстрировал все свое мастерство. Донской голкипер справился со всеми бросками. А вот его коллега пропустил дважды. Шайбы на свой счет записали Леонов и Наговицын. Благодаря этой победе кондоры вышли на второе место в турнирной таблице. Следующий тур Ростов проведет 18 и 19 ноября в Чебоксарах. Роман Саганов, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.